Всем привет, с вами Вячеслав Витек, грязьмейстер Рауф Мамедов, частый гость моего канала, а скорее даже участник моих стримов, за что ему отдельное спасибо. И сегодня я хотел бы познакомить вас с его творчеством. Сразу отмечу, я не интересовался, какие партии он считает лучшими, просто просмотрел определенное количество партий и выбрал те, которые мне понравились. Их, кстати говоря, много, но сегодня я вам покажу две. Итак, и начнем мы, на мой взгляд, с очень эффектнейшей победы, не над кем-нибудь, а над бывшим чемпионом мира, Вишванатаном Анандом. Это 2015 год, чемпионат мира по Рапиду. Итак, белыми играет Рауф Мамедов, черными Вишванатан Ананд, и поехали. Е4, С5, конь Ф3, Д6, слон Б5, шаг, конь Д7. Да, понятно, что есть еще и продолжение слон Д7, конь С6, конь Д7, 2, 0, А6. Да, довольно-таки модная линия, возможно, те, кто не знаком с данным вариантом, весьма удивятся, но слон Д3 здесь, пожалуй, самое популярное продолжение. Конь Ф6, ладья Е1, Б5, С4. Все это уже встречалось, и здесь ход Ж5 тоже один из самых популярных. Модная в те годы линия. Следует ход С, Б, Ж4, начинается реальная заварушка. Е5, все с темпом, Де, конь Ж5, Е6. И конь С3. Следует ход Х5, ФЕ2. И вот возникла, по сути, критическая позиция в партии. Явно острая позиция, как мне кажется, не совсем соответствует стилю Вишванатана Ананда. И здесь Ананда пускает, по сути, уже решающую ошибку. Он сыграл конь Д5. Все-таки ходить, скажем так, дважды фигурой, конь Д5, наверное, не очень хорошо. Надо было все-таки как-то закончить развитие. Пойти, может быть, слон Е7 или ФС Б6. И да, позиция, наверное, объективно у белых лучшим. Но пока вся борьба только начинается. Но последовал ход конь Д5. И здесь следует уже эффектнейшая жертва фигуры. Конь бьет Е6. Да, все ради того, чтобы добраться до черного короля. После ФЕ следует слон Ж6, шаг, король Е7. И здесь вновь блестящее классное решение. Д4, темповой ход. Слон наш стремится на Ж5. Атакуя короля, там все на связках. Следует ход слона Ж6. Да, но отмечу, что ход СД, например, сразу проигрывает из-за конь Д5 ЕД. И как раз слон Ж5. И на коне ФС здесь ФС Е5. И позиция черных рассыпалась. Да, поэтому он отыграет слона Ж6. Следует ход конь бьет Д5 ЕД и ДЦ. Да, за что, собственно, пожертвовали белую фигуру. Ну, безусловно, король в центре доски. Король в большой беде. К тому же у белых уже много пешек. Следует ход король Ф6. Слон С2. ФС Е7. С6. Слон С1. СД. Да, отмечу, что, наверное, еще сильнее был ход ладья АС1. И вот здесь приведу весьма странный вариант, который я нашел с движком. Ну, как вариант конь Б6. Здесь белым, видимо, надо играть Ф4. И, скажем, на Е4 белые ходят ФС Е3, нападая на коня Б6. Ну, и, скажем, на АБ, ну, ходить конем особо некуда. Там ФС Д4. ФС Д4 везде пограживает с взятием ладьи. Ну, а, скажем, на ход АБ. Вот тоже удивительный момент. Но первая линия здесь ход С7. Что мне понять, на самом деле, очень тяжело. Ну, наверное, проще всего, конечно, дать шаг и потом убить наш 8. Но вот почему-то движок первой линии считает ход С7. Да, ну, а я продолжаю партию. После С1 Рауф сыграл СД. Слон бьет Б2 ДС. Ладья АС8. Ну, кстати, понятно, желание играть при равном количестве материала. Следует ход Ладья Б1. Позиция с разноцветными слонами. Но понятно, что перевес в таких позициях, как правило, на стороне той, того игрока, кто, собственно, атакует, у кого король в большей безопасности. Следует ход С4. С4. К тому же, у белых пешка лишняя. Она уже добежала до поля А6. Следует ход ФСЦ5. Слон Б3. Ладья Ф8. И король АС1. Понятно, что пешка на Ф2 никого не интересует. К тому же, там на Е5 подвисает. Следует ход Ладья С7. ФСД2. ФС стремится на поле А6 с лишающим эффектом. Следует ход Король Ж6. Ладья ЕС1. Слон С3. ФС бьет Д5. У белых уже две лишних пешки и по-прежнему атака. ФСД4. Ладья С2. Ладья Д8. ФСЕ6 шах. Король Ж5. Посмотрите, куда прибежал уже черный король. Ладья С2 на С1. Ладья Д6. ФСЖ8 шах. Ладья Ж6. ФСБ8. Ладья 6 на Ж7. Ладья Д1. ФСА7. ФСД8. Понятно, что никто ФСЕ7 менять не собирается. Ладья Е7. ФСД3. Черные гибнут прежде всего из-за слабости белых полей. Ладья С7. Слон С2. Да. ФС уже грозит с лишающим эффектом вторгнуться на Ф5. Потом на Ф6. Следует ход ФСФ2. И после Ладья Ф1. Собственно, Вишван Атанан признал себя побежденным. Но понятно, что угроз очень много. Там и Ладья Ф5, и ФСФ5. Выбирай не хочу. И черные, собственно, погибают. Да. Вот такой разгром учинил Рауф Мамедов. Повторюсь, был обыгран бывший чемпион мира Вишванат Атанан. И при том, что был обыгран в Рапид. Как мы знаем, Атан считался. Да, я думаю, до сих пор считается одним из лучших скоростных шахматистов в мире. Да. Ну, а я перехожу. Да, я отмечу, что вновь давайте вернемся к этому моменту. Вот с чего все началось. Стоило сделать один плохой ход. Конь Д5. Да, все-таки Атанан пренебрег развитием. Вот. Как тут же последовало блестящее наказание. ФЕ слон Ж6. Корон Е7 и Д4. Вот Д4 мне очень нравится ход. Да, темповой. Сразу грозит слон Ж5. Ну, в общем, на мой взгляд, очень классная эффектная партия. Да, ну, а я перехожу к следующей партии. И эта партия уже с Арафлот Оупена. Это 2008 год. Да, казалось бы, как давно это было. Белыми фигурами играл Лек Ван Лем. Черный мировок Мамедов. И поехали. Д4, Д6. Е4, Е5. Конь Ф3 и ЕД. И вот путем перестановки ходов мы перешли в защиту Фелидора. Следует ход конь Д4, конь Ф6, конь С3 и Ж6. Слон Е3, Слон Ж7. Отмечу, что, на мой взгляд, весьма рискованный вариант за черных. ФСД2, 2, 0, 3, 0. Ладья Е8, Ф3. Да, здесь вот у белых довольно-таки простой план наката. Аж4, Аж5, Ж4. Аж6, Аж4 и Б5. Но Рауф как бы не обращает внимания, пытаясь закончить развитие. Ну и к тому же, где-то тоже возможно навязать игру на ферзевом фланге. Следует ход слон Ж5. Я думаю, что Е5 можно было напрямую пожертвовать пешку. Слон Ж5, Слон Б7, Аж5, конь БД7. Аж и Фж. Да, но вот на самом деле, вроде как, позиция белых должна быть явно лучше. Она и действительно лучше. Но далеко не так все просто. И вот в анализе трудно найти какой-то осязаемый перевес за белых. Следует ход конь Д5, ладья Е5. Вновь классное решение. Конь Ф6, Конь Ф6. Слоны Ф4, ладья Е7. Да, и вот, на мой взгляд, вновь возникла критическая позиция в партии. Позиция лучше у белых. Но понятно, что игра, игра вот только начинается. Здесь белые сыграли Ц4. Видимо, это не туда. Белые ослабляют своего короля. Диагональ Аж7, А1. Аж8, А1. Она свистит. Вот, следует ход... Ну, как вариант, можно было сыграть просто Ц3. Как раз такой классный, на мой взгляд, укрепляющий ход. К тому же, нивелирует давление по диагонали А1, Аж8. Но вот после Ц4 следует ход Ф8. ЦБ, АБ и Конь Б5. Да, белые выиграли пешку, так как бить на А2 нельзя, и заслонцы 4 шаг, и черные теряют ладью. Но дело в том, что здесь уже вскрылась линия А. Повторюсь, диагональ А1, Аж8 тоже свистит. И у черных, конечно, полнейшая компенсация за пешку. Вообще, мне кажется, эту позицию черным играть гораздо проще. Все-таки, когда мы атакуем короля, это куда более важный фактор, нежели материальное соотношение фигур на доске. Следует ход Ф7. Да, естественный и логичный ход. Подбоем пешка на А2. Да, и вот она критическая позиция в партии. Стоило только допустить одну ошибку белым. Белые сыграли Конь С3. Ну, наверное, стоило играть Б3. Да, ну и здесь все самое интересное только начинается. Но, повторюсь, на мой взгляд, эту позицию играть проще черным. Стоило сыграть Конь С3, как следует блестящее наказание. На одном из стримов я спрашивал Рауфа, как вот, мол, можно охарактеризовать стиль игры азербайджанских шахматистов. На что примерно последовала фраза «тычок». Да, то есть, вроде как партия развивается какими-то логичными путями. Как вдруг какой-то неожиданный ход и позиция соперника рассыпается. Ну, действительно, азербайджанские шахматисты вот славятся по-своему такой манерой игры. Да, здесь следует неожиданный, но блестящий удар Конь бьет Е4. Давайте посмотрим, что, собственно, задумали черные и что сделали белые. Но дело в том, что на ФЕ черные бьют слон С3, на БЦ бьем на А2 под боем, ферзь на Д2 и белым впору сдаваться. На ферзь Е3 черные играют ферзь Б3, ну и все, как бы партия заканчивается. Грозит мат на Б2, на С2. Ну, понятно, что если взять, например, ферзем, то после ферзь Ф4, король Б1, слон Е4, позиция черных тоже абсолютно выигранная. У них, во-первых, личная пешка, во-вторых, по-прежнему атака на короля. Да, белые сыграли конь Е4. Следует ход ладья бьет А2. Так, где-то уже пограживает и ладья А1, и слон Б2, там много угроз. Следует ход конь С3, слон бьет С3, ферзь С3 и ферзь Ф4. И черные уже атакуют даже с лишним материалом, у них личная пешка. Следует ход король С2, ферзь А4. Но, конечно, главный фактор в оценке позиции, расположения и безопасность белого короля. Следует ход король Д2, слон Д5. Понятно, что где-то пограживал ход слон С4. Поэтому черные ходят слон Д5, Ж3. Ну, а теперь постепенно начинают раскачивать. Ферзь А7 грозит шаг на Ф2. Ответ белых естественный, король С2, С6. Тоже классное решение. Черным имеет смысл подключить к атаке ладью по линии Б. Следует ход ладья А2, ладья Б7, ладья Б1, ладья Б3, ферзь Ф6. Да, ну и здесь уже следует, по сути, добивание. Ферзь С5, шаг, король Д2. Ферзь Е3, шаг, король С2. Это решающая ошибка. Ну, понятно, что после король Д1, скажем, слон Ф3. Здесь черные тоже форсировано выиграют. Ну, кому интересно, подвигайтесь движком. Ясно, что такая позиция держаться не может. Ну, а вот король С2, по сути, приводит к классной, эффектнейшей концовке. Кому интересно, поставьте на паузу и найдите форсированный мат. Черные сыграли ладья Б2. Да, извините. И после ладья Б2 следует вновь эффектнейшее решение. Слон Б3, шаг. Все на связках. Бить нельзя, так как король под шагом. Ну, а после единственного хода король Б1 следует эффектнейшая концовка. Ферзь Е1, белые получают мат. Да, вот таких две партии я вам сегодня показал. Нет, Турауфа классный, интересный стиль. Много партий. Возможно, я еще буду знакомить вас с его творчеством. Надеюсь, вам понравились данные партии. Не забывайте ставить лайки. Пишите в комментариях. Если хотите, вы увидите еще подобные форматы. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо и до новых встреч.